Здравствуйте, уважаемые зрители! Не перестаю удивляться, насколько быстро сегодня развивается наш мир, особенно в сфере новых цифровых технологий. Сегодня мы вовсе пользуемся достижениями этой сферы. Через приложения заказываем еду, такси, в интернете ищем контакты, смотрим и качаем фильмы и игры, покупаем и продаем товары народного потребления, движимое и недвижимое имущество, приобретаем авиа и жидобилеты, знакомимся и расстаемся, зарабатываем, получаем и переводим деньги и еще много чего. В общем, все сегодня стали мобильными, а современная молодежь так и вовсе живет там. Если честно, лет 10-15 назад трудно было себе представить, насколько стремительно современная цифровизация и интернет ворвутся в нашу жизнь. Я еще помню времена, когда появились первые сотовые телефоны, которые были настолько громоздкими, что мы их называли кирпичами, и по ним можно было только звонить, и то по-быстрому, потому что связь была просто сумасшедше дорогой. А компьютеры и ноутбуки были и вовсе большой редкостью в домах. А сейчас все настолько мобильны, что в общественном транспорте даже не увидишь читающего человека. Нет, все что-то читают и смотрят, но совсем не книги, журналы, а свои телефоны. Сейчас в большой моде такое слово, как креатив. Молодежи с детства прививают это понятие. Мол, ты должен мыслить нестандартно, быть остроумным, не бояться трудностей и идти вперед. Есть даже такое объемное понятие, как креативная экономика. Это когда предприятия что-то создают, неважно в какой отрасли, главное, они созидают на основе новых технологий. Еще одним ныне модным словом является стартап. Если вкратце, то это слово означает какую-либо компанию, которая недавно открылась, то есть стартовала и за короткое время смогла достичь больших успехов. Хотя сегодня словом стартап обзывают, простите, называют любое предприятие, особенно малое. Но в глобальном масштабе мы привыкли, что стартапы особенно часто появляются в сфере высоких технологий. IT, финтеха, в интернете вещей. Хотя если вы откроете ИП по ремонту душевых кабин, то это тоже считается стартапом. Теперь о нашей стране и о том, как здесь развиваются все эти креативные начинания и вообще технический прогресс. Учитывая, что мы часть мирового сообщества, то все эти новинки прочно вошли и в нашу жизнь. И даже наши власти очень активно пытаются внедрить все это в повседневку. К этому относится масштабная программа цифровизации, в ходе которой многие госуслуги перешли в электронный формат. В этом есть большой плюс, согласитесь. Получать, не выходя из дома всякие справки, большое удовольствие, но дорогое. Государство тратит на цифровизацию просто огромные деньги, до 50 миллиардов тенге. Эффект от этого, конечно же, есть. Но вот согласно статистике, услугами электронного правительства у нас пользуется все меньше людей. В прошлом году им воспользовались 30% домохозяйств, хотя еще в 2018 таких было 34%. Может нашим людям удобнее пройтись в цоны и на месте выяснять и выбивать себе справки? И немного про стартапы. Сейчас у нас активно появляются технопарки, хабы, бизнес-инкубаторы и так далее. Но вот в мировом рейтинге стартап-экосистем Казахстан в числе аутсайдеров. Из 100 стран мы на 86-м месте. И вся проблема в том, что наши технопарки не справляются с поставленными целями и задачами. Ну и в завершении хочется заметить, что самый главный наш ресурс – это наша молодежь. Они очень активные, творчески развитые и креативные. И я верю, верю, что в скором времени и у нас появятся свои Цукерберги, Безосы и Маски. А весь мир будет пользоваться технологиями, созданными в нашей стране.